Ну а переселенцы обживают заброшенное здание на Успенской между 4 и 6 номерами. По словам людей, заселиться в неприспособленные для жилья помещения их заставила непростая ситуация. В связи с летним сезоном аренда жилья в Одессе подорожала и три семьи попросту выгнали. Люди просят от властей хоть какого-то решения этого вопроса. Зияющие пустотой окна в центре Одессы. Улица Успенская рядом с женским монастырем. В большом и нежилом дворе десятки женщин и детей, по большей части переселенцы с востока Украины. Уже несколько дней они живут здесь без коммуникаций, пищу готовят на костре, ночуют вот в этих зданиях. В это место приехали после длительных попыток найти социальное жилье. В большинства из них нет возможности арендовать квартиру. На самом деле здесь, если вы видите, вот это крыло, два подъезда полностью отремонтировано. Ну то есть как от строителя. Мы сделали официальный запрос, где написано, получили официальный ответ, где написано, что это собственность коммунальная. Коммунальная собственность принадлежит народу. То есть мы написали поведомление в инстанции о том, что мы заходим на территорию коммунальной властности и будем ее охранять от незаконной продажи. Здание находится на балансе облсовета, в КП «Облтрансбуд». Представители коммунального предприятия говорят, дом имеет статус аварийного и находиться в нем, а тем более жить небезопасно. Люди попали на территорию. Мы видим, что среди этой группы людей находятся женщины и дети. И так как здание находится в аварийном состоянии, то, соответственно, это несет определенную ответственность нас, как балансодержателя этого здания, как бы сообщить о том, что данный факт имеет место быть. Потому что граждане заходят непосредственно в само здание, там, где есть аварийные элементы. Тем временем люди не намерены покидать здание на Успенской, пока власти не займутся проблемой жилья для переселенцев. Хотим просить власти наши, чтобы нам разрешили здесь официально находиться. Мы будем платить коммунальные тарифы, как положено, и для того, чтобы нам помогли с ремонтом. В аварийную часть здания, да, там действительно половина здания находится в аварийном состоянии. Туда мы не селим людей, туда никто не заходит. Дети у нас все под присмотром, поэтому надеемся на сотрудничество. Более подробно об условиях жизни и сложившейся ситуации смотрите в субботу в итогах недели с Еленой Крылатовой.